Человек Человек, не знаю, эх ты, в кого ты такой неумелый уродился, козликом пахнет Папа, мамы не милые, нам одним нельзя Тебе нельзя, а мне уже все можно Ладно, какая с тобой азбота, иди за мной, только тихо Хорошо, если стратеги, это я Да не холодно же! Ну достало Музыка Вот как у меня разгар Скоро, ты еще пожалеешь, что камень кидал? Ты еще пожалеешь, что камень Мое гнездо Жил бы у бабушки серенький козлик Ух ты, ах ты, серенький козлик Бабушка козлика очень любила Ух ты, ах ты, очень любила Здесь написано серенькая мука, точка Интересно, кто это серенький козлик Может быть крокодил? Нет, крокодил, но у нас не водится Да и климат не тот, обстановка не подходящая А какие еще слова на капуста начинаются? Как лето, кукушка, крапива, капуста Хорошая вещь капуста, но капуста она И серенькая она не бывает Она зелененькая такая, почти белая Или цветная, но очень вкусная Получается, нет у нас никаких сереньких кэ Пишет неизвестно кому Козлик, голубой козлик Минуточку, это же я, серенький кэ То есть козлик Выходит, именно мне письмо? Странно и удивительно Как будто не по-нашему написано А на каком-то иностранном языке Ничего не пойму Дай-ка я Здесь написано Спроси у бабушки Чемко Спроси у бабушки Чемко Отгадалась Спроси у бабушки Чем кончается Твоя любимая песня Что же это значит? А вот что Спроси у бабушки Чем кончается Твоя любимая песня По-моему глупая письма Но хотя спросить можно Бабушка Бабушка Громче, громче Мне слышно Совсем рука стала Когда не надо Она совсем тут как тут А когда надо Что-то горло у меня болит Где болит? Сильно или очень сильно? Купи чай и молоко С малиновым вареньем Иди ко мне на ручки Я тебе дам Откой-ка Я пошутил Ничего у меня не болит Все мне лучше скажи Чем кончается Твоя любимая песня? Чем кончается Песня? Ну Любимая? Ну Точно Песня Песня Она Она Эх, молодая была Как сядешь деда на скалейку Как за боем Стекло в окошке дребезжало Думы В ходуновых ходили Ели шатались Ничего не пойму Ладно, слабо Стоп! Все ясно Все ясно Не твоя любимая песня А моя любимая песня Чем она кончается? Не знаю, милый А зачем тебе это? Тебе точно горло не болит? Точно! Железно! Стоп! Тебе точно горло не болит Вот что Давай вместе петь Мою любимую песню Тогда выяснится Чем она кончается? Хорошо, милый Как скажешь Жил бы у бабушки Серенький козлик Ух ты! Ах ты! Серенький козлик Бабушка козлика Очень любила Ух ты! Ах ты! Очень любила Очень любила Этим и кончается Но почему? Какой-то глупый смысл Все равно не понимаю Любила Правильное слово Я тебе, милый И так скажу Это вообще Главное в жизни слово Ну я пойду Потом я тебе ищу Люсей Малиновы Барри Влада Не этим Не этим Не этим Твоя любимая песня По-другому Кончается Слушай, скверный Глупый козлик Ха! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты! В лес погулять Есть! Нет! Определённые мель Категорически Да! Кыш! Кыш! Противно Птица! Кам не попал Промазал Рожки да ножки Из песни слов Не выкинешь Это правда Правда От тебя я и скрываю Прощай, козь Буду строить новое гнездо И подальше отсюда Ура! 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 Все, милая Ватик, погулял Пойдем домой А ты мне чего за бабули не договариваешь Очень любила Очень любила А песенка не про любовь окажется Там дальше Серые волки А потом Рожки да ножки Кто тебе это сказал? Кто? Не бойся, милая К тебе это не имеет никакого отношения Да? А рожки от кого? У бабушки рожек нет Только у козликов Подумать надо Разобраться А я буду сидеть и ждать Нет! Я не согласен Я тебя люблю и никому не отдам Сама все съел Кто тебя обидит Не съедят Не съедят Не за что не съедят Обещаю Если только рожки да ножки остались Значит они съедят Практически полностью Раньше или позже Неизвестно когда Но скоро А я буду съедать и ждать Нет! Я не согласен Не съедят Не съедят Не съедят Не съедят Не за что Обещаю Ружьё дед Ледова возьму И как стреляют Друг стволов Мама не покажится Да правда не стреляют Аууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!!!! Так, все, хватит. Нагулялся. Пошли домой. Если так и не надо было, мне обмануться. Ну, пора. Уступаем. Так, я впереди, за мной дочка, потом сын. Ты, волчина, замыкаешь и предупреждаю, без никаких самостоятельных действий, без... Без моей команды. Сегодня ночью осмотр основных объектов. Курятник, коровник, овчарник. Изучаем. Подходы, отходы в темное время суток. Отец, я предлагаю еще один интересный объект. Какой? Домик на опушке леса. Там устойчивый запах козыка. Если его выманить из дома, замолчи и нерапируй отца. С этим домом у отца сводили неприятные воспоминания. Что такое? Отец в молодости уже пытался вымануться на мой день. Ухаживал за мной. Идем произвести любые впечатления. Давно это было. Очень давно. Нарвался на ружье. Получил пункт. Легу брать на ногу. Еле убежал. А нога у папы. И сейчас попали. Особенно приправлен заходят. Хватит. Это был совершенно не типичный случай. К тому же я не продумал все детали операции. Подобное не повторится. Не хочу. К тому же козлика мы с мамой все равно потом достали. Эх, не пустают порт. Все готовы? Мам, мне что-то спать хочется. Опять он, опять капризничает. И это мой единственный сын. Ну-ка встань, сделай несколько разминочных движений. Почему глаза не горят? При слове охоты у тебя должна шерсть вставать к дыбам. Папа, а у него при слове охоты вообще ничего не происходит. И глаза совершенно не горят. Он какой-то не такой. Дочь, что ты говоришь? Запомни, прилично могу. Логови нельзя даже произносить подобные слова. Это же твой брат. Не переживай, сыночек. Со временем охотничный сезон тебе соснется. Ты станешь как сел. Скорей бы. Папа, скажи мне. Папа, скажи мне слово охоты. Давай проверим. Ну хорошо. Умность моя. Прелесть, что за девочка. Охота. Молодец, девочки, несомненные способности. Их надо развивать, укреплять. Но ты должна быть кроме я. Я в твоем родовстве тоже хорошо училась. Смотрите. 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 Бедный мальчик, он не стал. Низь поспешит. Интересно. Хотелось бы мне знать, отчего он так устал. Целый день в логове на всем готовенком под боком у мамочки. Ничего не делает, ничего не хочет. А я хотел ему передать мой коронный прыжок на прасные надежды. Ты передашь его мне, папа. Да, вот и волчится. Что такое? Как будто козльпом пахнет. И мне даже кажется. Мам, папа прав. Глупость. В логове не может быть никакого козлика. Это все неприятные воспоминания. Говорили о нем. Вот это все и показалось. Это что, воспоминания? Очень много, это вот того, реальное. Или я сплю, и мне это снится. Ау! А мне? Ау! Тогда и мне тоже. Ты? Кто это? Здрасте, вы волки, а я козлик. Козлик? У нас. Ты хоть понимаешь, где ты оказался? Ну да, в вашем доме. А ты хоть понимаешь, что сейчас будет? Да, я гадываюсь. И не боишься? Боюсь, но есть немного. Мам, а сейчас будет охота, да? Даже не знаю, что тебе сказать. Если это называется охота, то это какая-то странная охота. Наоборот. Дорогой, а ты когда-нибудь верил, чтобы рыба сама приходила домой к рыбаку и бросилась на плечок? А он хоть настоящий, может это кто-то и знает, нарядился в шкуру конуса. Таин, глисмин. Я настоящий, не сомневайтесь, я от бабушки ушел. А это есть ваше ломство? Круто. А чего мы ждем? А чего мы ждем? Давайте уже начинать. Подожди, здесь какая-то хитрость. Дорогой, проверьте, за ним нет хвоста. Нет, никого нет, чисто. Тогда я не понимаю, чего ты хочешь? Сегодня я узнал, чем кончается моя любимая песня про козлика, который жил был у бабушки, потом пошел гулять, а на него напали серые волки. Мы таких песен не поем, пареньки. Чем же она кончается? Остались от козлика рожки до ножки. А что, жизненная песня? Дашь текст переписать? Конечно. Может, позабавимся, раз я здесь. Меня зовут Серенький Козлик. Волк. Моя жена. Моя дочь по кличке Ловкая. Привет, бабка. А он ничего такой шустрый. И охота будет интересная. У меня уже глаза горят. Ай, дадим. Он спит. Очень приятно. Сесть можно? Садись. Отдохни. Посиди. Пока. Вы, конечно, можете у меня слезть, как в песенке. Минь. Бе. Бе. Я об этом думал, когда шел сюда. Раздумал тогда, зачем пришел. Я хочу, чтобы все было по-другому. И от козлика можно быть в пользу. Я уверен. Скажу тебе откровенно. А козлика в пользу одна. Объясни, Кайя. Объясняю популярно. Не было ужина. И вот он появился. Ну, все, кончаем разговоры. Папа, стой. А ведь он прав. От него действительно может быть польза. Он может пригодиться для воспитания Тихого. Тихий увидит его так близко. И в нем проснется охотничий инстинкт. Глаза загорят. И шерсть станет дыбом. Ну, не знаю. А ведь девочка права. Давай попробуем. Когда еще будет такой случай? Так он же спит. Разбудим. Ну, хорошо. Будите. Сынок, вставай. Ну, посмотри, кто ты у нас мог. На добыча, сын. Настоящий серенький козь. Принюхайся, напрягись. И больше. Сейчас у тебя все получится. Ну, давай. Постарайся. Как следует. Ради меня. Ради папы. Ой, какой симпатичный. Спасибо папе и маме, что вы решили мне подарить козь. Можно я буду с ним дружить? И это мой сын. Убори мне. Дед, куда он бежал? Он такой маленький, такой серенький. Его кто угодно обидит. А вдруг волки? Нет, не может быть. Он же знает, что нельзя уходить далеко от дома. А если он простудился, не может найти дорогу домой. Один, в лесу. И теплый шарф забыл. Козлих, ау, ты где? Вернись, мой родной. Милый, любимый, единственный. Ха, как же. Груб, совершенно невоспитанный козы. А не милый, любимый, единственный. Это говорить правду, правду. Только правду. Это ты, воронок. Нет, не я. Это ежик на дерево. Шутка. Кто тут еще может каркать? Воронок, а у тебя есть птенец? Как? А как же. Имеется. И какой он? Мой вороненок. Перечерный, клювик большой. Глаза смышленые. Милый, любимый, я единственный. Ну да, понимаю. Ну он правда милый. Хотя уже разбойник. А что козы? Он тебе рыбал птенец. Он тебе рыбал птенец. Ай, не птенец. Ай, не птенец. Бабушка, бабушка, у вас козли вон там в лесу. В самом волчьем и логове. Ружье, пойдем со мной. Волков пойдем. Козлика нашего отбивать. Эй, куда? А, Денечкин? Одна бодажка. Интересно. Чем ты бодаться собираешься? У меня, думаю, какие рожки. А у тебя вообще ничего. Ну тогда кто кого догонит? Разумеется, естественно, кто кого. Разумеется, волк козлика. Ладно, давай. Вот придут твои родители, будут тебя ругать. Ты сделай домашнее задание. Да, мне задать подготовить рассказ «Моя первая охота». Вкусно. Подготовил? Расскажи, что получилось? Рассказ тихого «Моя первая охота». Пока неплохо. Моя первая охота прошла хорошо. Я, конечно, за бабочками, валялся в стране. А после пил воду и пришел домой устал? Ну, доволен. Все, тебе понравилось? Мне это, может быть, и понравилось. Но твои родители вряд ли будут тебя ругать. Ты лучше расскажешь о ругах. Я вышел на охоту, как-то стемнел. Никого не хватает. Папа понимает, что из меня никогда не хватает правильного охота. Я даже в высковстве это не умею. А ты научись. Это не так уж и трудно, брат. Как ты меня назвал, брат? Спасибо, мне что-то хотелось с ней добираться. Все-таки попробуй побудь. Я думаю, у тебя получится. Хорошо, брат. Если ты так считаешь, я попробую. Не, громче надо и протяжней. Не совсем то, что надо, например, вот так. Ура! Наконец-то! Молодец! Неплохо, сынок. Очень недурно. Я как услышал, в сердце ёкало. Мой бой! А голос так звучит зауныно, тоскливо, протяжно. Что хорошо, то хорошо. Радовался. Вот видите, он сможет, когда захочет, когда постарается. А дальше ещё лучше будет. Скорая охотничий с ним проснётся. Папа, мама, извините, это не я был. А кто? А кто? Козлик. Кто? Козлик? Да. Был по волчке? Да. Он хотел мне помочь научить. Этого не может быть. Этого не может быть никогда. Признайся, ты бы шутил? Нет. Всё такое было, как я сказал. Не верю. Не верю. Этого не может быть. Рыбы не маукают. Не маукают. Не маукают. Козы бить не воют. Если это ты была, то сделайте ещё раз при мне. Пожалуйста. Но только учтите, я это ещё не очень умею. Ау-у-у! Ау-у-у! Кто же козыльки забыли? А почему бы и нет? Бабушка говорила, с волками жить, поболчьи выть. А я же теперь с вами живу. Да, он мой брат. Да кто же твой? Всем стоять, лапы вверх. Сейчас как стрельнуется у стволов, мало не покажется. Козылька, это ты? Какое счастье! Ты здесь в лобове волков. Какой ужас! Предупреждаю, кто с места сдвинется, мы стреляем. А кто? Мы. Как-то я и ружье вдвоем. Что? Ты не бойцы знал мое ружьецо? Узнал. Эй, бабушка, в ваше время надо отдыхать, а не в волчьи лоба соваться. Ха-ха-ха-ха-ха. Бабушка. Бабушка. Не стреляй! Чего такого-то? Я жив и не вредим. Вот именно мы к нему гуманно относились. Вот если бы вы пришли от утрожки до ножки, тогда я понимаю. Права волков, тоже надо соблюдать. Ах, вот ты как заговорил, зверюба-то серый. Что ж ты раньше-то про права воспоминал? Тебе, значит, можно на всех подряд охотиться, а мне нет? Лучше молчи. Молчу. Одно маленькое замечание. Кружу-то старая паломная, может и не выстрелить, может и не выстрелить, а может и да. Проверять будем? Не будем. Давай по-хорошему договариваться. Ладно. Ладно, но смотри, хитрить попробуешь, ба-бам, но без разговора. Ладно. Лапу можно пока пустить. Спасибо. Значит так, надо пустить. Вы отпускаете моего возника, и вы уходите. С нами идет кто-нибудь из ваших. Допустим, вот этот мелкий. Нет, не трогайте сына, я вместо него пойду. Лучше так. Мы все вместе идем, провожаем вас до дома, и вы нас отпускайте. Ружет не чужолая, давайте подержусь. Ты это, хитрить-то не думай, и на таковских напал. Эх, бабушка, что же вы делаете, бабушка? Осторожней надо. Че? Вот он, ваш козлик. Забирайте его, уносите его. Чем быстрее, тем лучше. Или вы думаете, что он не нужен? Не нужен! Даю вам волчу клятву. Надоел мне, сил больше нет. Видеть его не хочу. Чтоб мне в обочинчий капкан попасть, если я вру. Ну ладно, раз так договорились. Пойдем, милый. Переплывался, да? Бабушка, ты это, не обижайся. Не пойду я с тобой. Я тут хочу остаться, богами волков. Возьмете меня в свою семью. Как жизнь за ветра, все горючь. Одна и осталась, без воздуха. Ведь, кажется, любила его, как на пол. Ведь пустяк был. Только ходики в округе идут. И тишина. Эх, бабушка, как я тебя понимаю. Вы расстаетесь и улетаю. Грустный закон природы. А что козы? Вот теперь у волков живет. Нравится ему там. А у меня нет. Да, няженый драматический поворот. Кроме козы тут ничего и не скажешь. А ты взбодрись, не сиди. Вон лучьего огорода. Весь сорняком соброс. И патриар. Ты пропадил пропадом этот огород. Бабушка, бабушка, я сейчас вам такое расскажу. Мне-то я расскажу. Помолчи, папа. Мне-то я расскажу. Мне-то я. Я первое увидела. А я берусь, урешу вас. Да что там у вас такое случилось? Не у нас, а у тебя. Волк к тебе идет. Прямо сюда. Куала будет. Готовься, бери ружье. Зачем? Я уже никого не боюсь. Но в случае... Кожа уже не станет. Но в случае чего мы тут рядом? Ты только скажи слово. Ворота. Я его тут же сверху шишками закидала. Здрасте, бабушка. Здрасте. Проходи, сверху, сверху. Садись. На ногах правды нет. А где она есть? Нигде ее нету. Я тут, на травке. Что у кого? Что молчишь? Говори, раз пришел. Во-первых, вам привет от козлика. Большой привет велел передать. Как он там у вас? Не обижайте его. Ну, его, да он сам кому угодно обидит. Знаете ли, у вас шустрый козлик. На охоту ходит. Добычу в логово приносит. Мне советы дает. Жену гоняет. Все, знаете ли, просит сварить ему. Кисель малиновый. Жена сварила? Не то. Другую сварила? Опять не то. Сказал, если в третий раз правильно не сварят, накажут. Я его киселью приохотил. Так располагал немножко. Не без этого. Он же у меня единственный был. Но мы бы его порвали. Ну, да. И что? Сказал, если я вам не нравлюсь, могу уйти. А уйдет тоже плохо. Дети привыкли. Жена привязалась. Так я что пришел-то? Просьба у меня к вам, маленькая. Отлейте в склянку малину. Вашему малину и киселя. Я же мне тихонько передам, как будто это она сварила. Сейчас взгляну. Вроде бы там чуть-чуть оставалось. Вот спасибо, так спасибо. Теперь мне разлить бы. Ну, я пойду, а заставя простить виноват перед вами. Что ж, приятно, простите. А ты, зверюга, заходи, если что. Ядешь, а два и осталось. И поговорить нету. А у соседей только одна ворона. Карп! Ура, ура! Дани его! Стоп, все, хватит. Это что было, сказала? Все, хватит. Не надо больше. Вы что делаете? Все, не надо больше. Хватит. Мы же как договаривались. Не хотите, как хотите. Мы тогда пошли. А я улетаю. Это что такое было? Их шлифки-то какие здоровенные. Колючие. Теперь вся шкура будет чесаться. Ну, я пойду. А застарай. Ой, бабы, бабы. До свидания. А я вам так скажу. Надо было сразу съесть. Как песен про козы-корошки, да, мамушки? Без малейших колебаний. А теперь что? Поздно уже. Нет, я все понимаю. Почему он все время ворчит? И то именно так, и это именно так. Такой характер сложный. Ну, хоть бы он еще тихого не обижал. Признайся, сын. Он тебя обижает, и это так не оставлю. Ну, я не жалую. Что с ним нормально? Нормально? А кто тебя заставляет воровать капусту? Откуда ты знаешь? А чесать ему рожки, перетнуть и повторять по много раз. Возле их самый лучший лол. Признайся, сын. Признайся, сын, 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 сын. Я хочу, чтобы вы все дали сегодня в лесу, когда я почувствовал запах пыльчей. У меня шерсть стала дыбом. Наконец-то. Хотите посмотреть? Да мы верить, верим. Молодец. Нет. Вы должны сами это увидеть. Своими собственными глазами. Идите все сюда. Ближе. Еще ближе. А ты тихий. Ты тоже иди сюда. Ты мой брат. Ты член нашей семьи. Теперь все правильно. Смотрите внимательно. Иначе вы пропустите самое интересное. И потише, пожалуйста. Мне нужно сосредоточиться. Ловкая. Скажи слово охоты. Охота. Ура! Ну как? Здорово. Не у каждого волка так горят глаза. И шерсть стает дыбом. Просто замечательно. А рогато. А и так быстро растут. И скоро станут длинные, предлитые. Короче так. Слушайте меня все. Сегодня будет темная ночь. Самая подходящая для охоты. Прикупаем все вместе. Я впереди. Я впереди. Потом. Ловкая. Потом. Ты мама. Потом брат. Ты отец. Замыкающий. И предупреждаю. Никаких самостоятельных действий без моей команды. Сегодня ночью осмотр основных объектов. Курятник. Коровник. Овчарня. Прежде всего коровник. Отходы отходы я уже разведу. У нас будет знатная добыча. Можете не сомневаться. А почему это я замыкающий? Вожак стаи никогда не может быть замыкающим. Правильно, папа. Это очень правильная и мудрая мысль. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Скажу прямо, без внукарства. Настало время подумать, кто из нас вожак стаи. А о чем же тут думать? Кто еще кроме меня? Есть и другие кандидатуры. Что ты сказал? А что тут особенного? Я тоже считаю, что есть и другие подходящие кандидатуры, которые можно рассмотреть и обсудить. Например, Козлик. Козлик? Он же Козлик. Козлик не может быть вожаком стаи балков. А почему бы и нет? Ну да, я родился Козликом. И что с того? В последнее время все так изменилось. И прижел папа твой уже не тот. И силы у тебя уже не те, что были в молодости. И нога болит по перемене погоди. А погода так часто меняется. Стало время выдвигать молодых и способных. Это ты, молодой, способный? Да, я. Но если я кому-то не нравлюсь, я буду уйти. И живите тогда, как хотите. И тогда я тоже уйду. Нет, 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 не надо. Я не против. Пусть он будет. Он сможет. Все должно быть подтверждено, как это принято у волков. Станьте все тут, а я здесь, перед вами. И так, я задаю свой вопрос. Кто вожак стаи? Ну, отвечайте все по очереди. Ты, Козлик, конечно, ты. Ты наш вожак. Ну хорошо. Если так будет всем лучшим, я согласен. Ничего, не беспокойся. Тихий тоже согласен. Он признает тебя вожком. Он привыкнет. Да, я тихий. Мы же с вами давно будем знакомы. Ай, это не случилось. Проходи, садись. Ты, наверное, хочешь передать мне привет от Козлика? Он всегда передает мне привет. Но почему-то сам никогда не приходит. Нет, я с другой стороны хочу сказать. Говори, я слушаю. Бабушка, а не мог ли я вас мне покажать, как что-то посимпатично? С окошками, с крыши пересвечено. Но правда, правда, никогда не было настоящего номера. Но я буду стараться. Ты это серьезно? Здесь, со мной. Да, это очень-очень серьезно. Но это очень серьезно. Я не умею ходить и идти на микс. Ты не такой, как все нормальные вожки. Вообще-то, быть здесь не обязательно. И на воду я не хожу. Вот, я так и думаю. Я, правда, вообще ничего не умею. Я буду стараться. И если я буду стараться, то меня возьмете к себе. О чем разговор? Считаю же весело. Хорошо. Ау! Один твой? Нет, Холь, ну-ка. Теперь лучше всех холь. Понятно. Что тебе не холодно? Немного. Хорошо, я сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, вы, наверное, обратите внимание, что у нас произошла смена актеров главных ролей Козлика. У нас есть дублер, поэтому аплодисменты одели нашим Козликам. Аблида Волова и Адриина Нокова. Гавриенко Евелина в роли Тихого. Ярославская Яна в роли бабушки. Степанов Глеб, наш волк замечательный. Романова Алиса, мама. Обчинникова Вика, ловкая. Наши белочки, Лебедева Лиза и Данилова Софья. Ворона Софья Карелина. АПЛОДИСМЕНТЫ Тихий. Еверина Коварленко, еще разочек рамки-грамки аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, дорогие друзья, вы угадали, кто у нас занимается уже три года? АПЛОДИСМЕНТЫ Лида. Лида, совершенно верно, Лида, поможли ручкой в залу. Остальные дети, дорогие друзья, у нас занимаются с сентября. Видите, какой уже результат сделан за год. Большой-большой работа, ребята, очень старались, волновались, выучили огромнейший текст. Этот сценарий участник многих театральных конкурсов. Я надеюсь, что мы доведем такие вот до совершенства и тоже обязательно где-нибудь его покажем. Еще раз аплодисменты ребятам. Спасибо вам большое за внимание. За терпение. И ждем вас на нашем доме.